что это происходит вот почему большинстве своем мы очень истощаем свою психическую деятельность очень истощаем себя дома и на работе каким образом это происходит человек устроен по принципу не монотонности человек не может жить все время делая лишь что-то одно именно по что лучше быть домохозяйкой дома или выходить на работу хочу вам сказать быть домохозяйкой и находиться дома хуже чем ходить на работу вопрос почему потому что когда человек целый день монотонно занимается одним делом потом вечером занимается этим же делом потом ночью переживает за это же дело то у него происходит истощение психической деятельности гораздо активнее чем у человека у кого эта психическая деятельность меняется то есть к той работе которую вы делаете до 6 часов вечера как к работе а ту работу которую вы выполняете после 6 часов вечера находясь дома как к отдыху то есть относитесь к своей жизни так чтобы даже одно и то же могло быть для вашей психики разделенными понятиями очень часто я вижу молодых ребят таких которые схватываются за жизнь зубами и руками и начинают работать круглосуточно утром в обед вечером приходя домой они достают компьютер снова работают потом ложась спать они засыпают прямо на компьютере там на ноутбуке или еще на чем-то утром просыпаются и первое что делают начинают залазить ноутбук работать или что-то искать и так далее этот путь неправильный я хочу вам подсказать разделяйте свою жизнь обязательно так чтобы в этой жизни было хотя бы два действия первое действие это работа которая подразумевает то чем вы занимаетесь на протяжении дня и если у вас в 6 часов заканчивается работа или в 7 часов то вы после этого не думать не разговаривать не что-то делать по отношению к этой работе не имеете никакого права таким образом вы можете сохранить свое здоровье у женщин которые сидят дома с детьми проходит 10-15 лет они ненавидят этот окружающий мир почему просто они и утром с детьми в обед с детьми и вечером с детьми и ночью с детьми и потом просыпаются родите ради детей проходит 10 лет и после этого от женщины ничего не остается от золотой фольги там я рассказываю что в тот момент когда у человека появляется состояние панических атак или депрессивных эпизодов он может идентифицировать то место где у него это появляется и представить будто это место как будто сжатая фольга обычно идентифицируется это в трех местах на уровне живота на уровне груди и в голове и в тот момент когда у вас это появляется необходимо представить фольгу и и разровнять потренировавшись предварительно на фольге которую сжал кто-то и взять допустим или вы сжали фольгу и и карандашиком или ручкой разровняли также представляете будто вы разровняли на животе на уровне груди или где-то на голове еще очень хороший метод есть этот метод он звучит так в том месте где вы испытываете состояние панической атаки депрессивного эпизода в этом месте вы должны представить будто в эти места заходит и заливается золотистая солнечная энергия но не дальше тех мест где появлялась эта паническая особенность хорошей и плохой жизни связана вот с чем когда человек живет его жизнь катится под уклон когда жизнь катится под уклон смотрите у меня хорошая судьба но я начинаю катиться под уклон как это происходит я начинаю критиковать критиковать оскорблять оскорблять и обвинять если я начинаю критиковать и оскорблять и обвинять то тогда чем бы я не занимался у меня будет становиться хуже и хуже то есть если в вашей жизни есть желание кого либо из домашних близких кого либо оскорблять критиковать и обвинять знайте у вас денег будет меньше становиться, долгов будет больше становиться, здоровье будет ухудшаться, все будет становиться и хуже и хуже и хуже и вы можете никогда не остановиться почему? человек может катиться очень долго очень долго что же происходит, когда человек должен подниматься? скажите, катиться легче чем подниматься? конечно потому что катиться легче поэтому когда человек катится вот смотрите, там алкоголизм там сначала алкоголики спокойно и потом начинают ругаться потом только матом ругаются потом дерутся потом они ко всем претензиями и эти плохие эти и ты плохая они плохие все плохи когда человек оказывается в полной засаде физического здоровья долгов каких-то неприятностей то это всегда было вызвано исключительно его отношением к себе и внешнему миру это было всегда связано с тем что он позволял себе критиковать оскорблять ругаться врать вы представляете и он катился потом человек говорит я уже это прекратил делать но мне очень тяжело ничего не меняется потому что здесь очень тяжело подниматься потом очень тяжело почему я часто говорю что она сеятель зла поэтому те люди которые передают или те люди которые друг друга наталкивают их дети болеют поэтому когда приходят больные дети говорят это чё ребенок больной я обычно говорю обсуждали кого-нибудь обсуждали вот не надо было обсуждать возьмите напишите 100 плохих отзывов в ю тубе у вас дети здоровы отлично найдите 100 блогеров напишите какие они идиоты увидите как ваши дети заболеют их не прищучивают люди их прищучивают через их детей потом начинается дети наркоманы почему по самому не могла мимо пройти никого не обсосать и него не ко всем дело имела знаете как в народе говорят ко всем дело имела то есть вот садились прямо там с кем-то из подругами начиналось это вот а ты знаешь эту да у нее дочка там проститутка да ты что да почему то то одного привезет то другого привезет то в наушниках ходит как проститутка там то еще что и после этого это рассказала это это рассказала это это рассказала этой то потом рассказала самой маме знаете мама дома начала переживать рассказала дочки дочка ходит всех ненавидит зачем это все нужно это это же люди сеять или зла представлять после этого скорее всего это женщина которая много рассказывает она еще и верующая пойдет еще и покаяться там покреститься Причаститься, знаете, потом скажет Ну что ж такое, вроде я верующая И все хорошее делаю Сеятель зла, понимаете Надо в церковь перевернутую ходить Возьмите любой шарфик Или любой бантик, желательно синего цвета И завяжите на кухонной мебели На стол Или на стул, на одну из ножек И скажите несколько раз Как взял, так и отдай И после этого, через несколько дней Найдете техпаспорт Например, очищение пространства Замоотношения людьми и так далее Когда человек очищает пространство То все в семье перестают ругаться То есть тишина, спокойствие Все друг друга любят Дальше, чистота появляется Везде все чисто, никакой пыли нет Нигде ничего не собирается Запахи плохие исчезают Если грязная квартира начинает То воду прорывает То унитаз забивается То умывальники забиваются То там где-то что-то рвется Продукты постоянно прокисают Розетки горят Холодильники портятся Грязная квартира Для того, чтобы она была Как часто можно чистить Все связано не с тем, как вы часто чистите А с тем, какой вы энергией Или какой вы энергией обладаете А какой обычно обладает человек энергией На первой ступени он никакой не обладает Почему? Психическая энергия Это та энергия, которую мы используем Во время обрядов Она возникает в тот момент Когда человек испытывает состояние Радости и удовольствия А теперь вопрос Как часто вы испытываете Состояние радости и удовольствия? Если вы испытывали до первой ступени Ежедневно по 10 раз То тогда вы могли запечатать И с первого раза сжечь пространство И ощутить его чистоту А если для вас это была вообще новость Что нужно испытывать радость и удовольствие от жизни То тогда, возможно, вам придется чистить Несколько месяцев подряд И так с трудом и не отчистить помещение Можно ли полностью избавиться от эго Или как уменьшить раздутое эго Нужно перестать произносить слово «я» Чем меньше человек произносит «я», Тем меньше эго у него Хотите поправиться? Много – якайте Хотите похудеть? Старайтесь не якать вообще Очень сложно Как защититься от порчи? О, началось, отлично Все мы выкладываем фото в соцсетях А кто-то пользуется этим для наведения порчи Я не могу понять Вот, допустим, мне необходимо навести порчу на кого-то Необходимо навести порчу на кого-то Вопрос – зачем? Это нужно время На это нужна определенная энергия Знаете? То есть, зачем мне найти кого-нибудь в социальных сетях? Я хочу вам показать У меня на моей странице есть фотографии моих детей Вы видели? Там фотография Маши, Розы, Ани, Славика, моей мамы, моей жены Причем дедушки нашего, всей нашей семьи, Сашина, моих племянников и так далее Скажите, почему мы ничего не боимся? Я маленьких детей, вот, грудничок Она была грудничком, Роза, только родилась Маша была грудничком Я взял на ручки и попросил, чтобы сделали фото И поставил это фото на первой странице у себя Вконтакте, в Фейсбуке и так далее Чего я ничего не боюсь? Объяснить вам, почему? Я ничего не боюсь, потому что я считаю, что мне навредить невозможно Почему? Если ты считаешь, что тебе пофигу То тогда на тебя ничего не влияет Конец Как избавиться от порчи из глазов? Не заморачивайтесь Самое первое, что я говорю в школе Кайлас на первой ступени Я всегда говорю, не парьтесь В тот момент, когда человек чувствует, что он не хочет чего-то делать Ему лень, страшно или еще что-то Он должен сказать Это мой шанс И дальше сказать Это мой шанс, чтобы в моей жизни что-то изменилось Или это мой шанс стать и дальше произнести, кем стать Вот смотрите Мне страшно выступать перед публикой Но я это сделаю Почему? И дальше себе объясняю Это шанс стать богатым Или это шанс сделать мою семью богаче Или еще какой-нибудь шанс Видите, таким образом в моей жизни все меняется Потому что я рассматриваю любую встречу Или любую какую-то драматическую ситуацию С позиции шанса Который в дальнейшем даст мне какой-то новый виток в моей жизни В тот момент, когда у вас появляется желание обсосать кого-то В этот момент нужно это убрать у себя Почему? Это борьба добра и зла Вы представляете В этот момент добро и зло за вас борются В тот момент, когда вы хотите кого-то обсосать Это значит зло пытается вас каким-то образом захватить А что такое добро и зло? Добро это путь к свету Я уже говорил это на семинаре РТИ Я там говорил слова Бог мой свет и в нем нет никакой тьмы То есть когда человек говорит, что Что такое тьма? Тьма это воспоминание Тьма это страдание То есть когда человек очень часто страдает за счет воспоминаний И вспоминает за счет чего страдает Это говорит о том, что тьма борется И она хочет захватить этого человека, чтобы он жил во тьме Когда тьма побеждает человека Он становится частью черни Слышали такое слово? Черни это люди, которые живут в нищете И живут как в средневековье То есть они готовы все время всех ругать Там постоянно с кем-то выяснять отношения Постоянно ссориться, постоянно что-то делать Человек к этому приходит в случае, если его одолевают бесконечные воспоминания Если он не может никак отпустить прошлого Если он без конца ныряет в какие-то события Или в какое-то что-то плохое И в этом чем-то плохом находит постоянно утешение Это таким образом тьма этого человека захватывает И ему нужен духовный путь Духовный путь это не то, что человек говорит А то, где он промолчит Духовный путь выглядит так Можно долго очень не злиться, а потом сделать так Как же это взяло, надоело уже, не могу больше И вот если вот это произошло, это тогда вас тьма победила, понимаете А быть духовным человеком это когда ты очень сильно хочешь разорвать и бросить лицо Но не делаешь этого Духовный путь это удержаться и не послать ребенка Духовный путь это не воспитывать свою жену или свою маму Не воспитывать и не оскорблять никого Это и есть духовный путь, он самый сложный Поэтому высокий духовный путь это когда человек сдерживается И дальше не обижается и дальше даже не вспоминает Духовный путь это когда жена с вытароченными глазами обижается, злится Высказывается и ты взамен ничего не говоришь Почему? И даже делаешь вид как будто ничего не произошло А духовный путь это жизнь настоящим Зачем мне тянуть прошлое, если я хочу жить настоящим? Понимаете? Зачем мне прошлое, если так приятно жить настоящим? Вот смотрите, что лучше жить прошлым или жить настоящим? Мы все вместе очень хотим кушать Нам очень сильно хочется кушать Но вы будете кушать то, что будете представлять Как вы раньше, год назад или еще более раньше Были на какой-нибудь свадьбе и там были красивые вкусные столы Были красивые вкусные столы? А кто что любит? Давайте представлять будем Представьте, будут красивые столы, там голубцы, борщ, я не знаю, что там может быть Рыба жареная, да, мясо какое-то, шашлыки и так далее Там торты А я буду кушать в это время яблоко Почему? Кислое маленькое яблоко Вы будете вспоминать торты и голубцы, а я буду есть сейчас кислое яблоко Скажите, у кого больше шансов остаться счастливым? У меня, конечно Потому что я буду радоваться настоящему, а вы будете тянуть что-то из прошлого Поэтому события прошлого, какие бы они ни были красочные Они совершенно не могут накормить нас в настоящем времени Они ничего нам не дают Поэтому это нужно оставлять Это мир мертвых Он иллюзорен, обманчив и нечестен по отношению к человеку Поэтому живите настоящим Оно более прекрасное, даже если оно совершенно неприемлемое и неприятное Оно все равно лучше, чем любой прошлый опыт 53 не произойдут Вы представляете, оказывается, если проживать все плохие события То тогда все хорошие могут не случиться Почему? Плохое затягивает Если плохое происходит друг за другом То тогда хорошие события могут не произойти Но здесь есть фишка В случае, если у человека есть хорошие события И он очень радостен То 53 плохих события могут превратиться не в анализ А могут превратиться в возможности Тогда 53 события, которые человек воспринимает не как страдания, а как возможности Могут сделать его более счастливым в дальнейшем Вообще хочу вам сказать Чем меньше мама влазит в жизнь своих детей, тем больше шансов у детей быть или прожить счастливую жизнь Поэтому счастье в жизни целиком связано еще и с родителями Меньше лезьте в жизнь ваших детей, тогда жизнь этих людей, возможно, будет очень счастливой Когда вы занимаетесь обыкновенным бизнесом, то этот бизнес у вас такой, как вы себе придумали Или как он у вас получается Он у вас получается так Там тысячу долларов зарабатывать в месяц Там тысячу сто долларов зарабатывать в месяц После этого вы уменьшаете количество работы И делаете так, чтобы у вас час был утром на эти практики А еще час там вечером вместо семьи И после этого внезапно появляются идеи Эти идеи, они не только внезапно появляются Они еще изменяют ваше качество характера Вы вдруг в какой-то момент становитесь нетерпимыми к тем глупостям, которые делают ваши сотрудники Вы вдруг начинаете видеть, как все вокруг начинают мухлевать А еще, раньше вам можно было там залепить глаза чем-то Это вы вдруг все поняли и уже не хотите этого Или утром проснулись и говорите Все, я не хочу этим заниматься Чем? А чем же ты хочешь заниматься? Кошек собираюсь разводить Говорят, мало того, что ты каждый день два часа занимаешься непонятно чем Так ты еще и кошек собираешься разводить Сумасшедшая вообще Со своим дуйком вообще свихнулась А после этого, если просмотреть вашу жизнь То сначала были кошки, потом собаки Потом с кем-то на балу встретились Тому человеку, которому кошку или собаку подарили Этот человек предложил бизнес или подсказал вам, каким заниматься Вы начали выпускать новые сигареты, которые сделаны, я не знаю, из чего-то Но я не знаю, в общем Это все привело к тому, что вы стали богатым человеком Но как бы это могло продолжаться? Когда вы занимаетесь бизнесом с утра до ночи Вы так и дозанимаетесь этим бизнесом, что жизнь закончится, а миллиона-то и не будет У меня деньги притягиваются Давайте спросим у тех моих близких Давайте у тех моих близких, которые... Оксана, ко мне деньги притягиваются? Саша, скажи, ко мне деньги притягиваются? Так вот, я хочу вам слезу, да Я могу вам показать, как выглядит настоящий кошелек, которому притягиваются деньги Вот он такой, видите? Почему он именно такой? Кошелек должен быть блестящий и он должен меня вдохновлять Вот я на него смотрю, он такой, как мои туфли Красивый, блестящий Ай, мой любимый Вот к нему деньги притягиваются А там золото или еще какое-то, это все до одного места Понятно? Главное, чтобы он мне нравился А там кто говорит, вот пусть сам Надо у этого человека, который говорит, спросить Сам-то притянул вообще Я вам скажу так Если бы человек не был управленцем своей судьбы То Бог бы всех создавал, как в Индии То есть родился с Толером и с Толером умрешь А в том, что мы рождены и потом у нас что-то в жизни происходит То это целиком связано с нашей внутренней харизмой А наша внутренняя харизма, она должна быть поддерживаемой внутренней верой То есть как бы не было плохо человеку, он должен говорить Скоро у меня будет то-то, то-то Скоро я получу то-то, то-то Скоро будет вот так, как я хочу Вот тогда это и зачем это происходит Допустим, это есть вера в Бога, вы представляете? И почему это происходит? Потому что у человека появляется мотив И каждую свою неприятность или каждый свой страх или лень Он объясняет себе с позиции новой возможности А как обычные люди живут? С правильной или неправильной натальной картой? Они говорят так Я умная, я сильная, вот и доказательства этого всего Но я боюсь, поэтому мне хочется, чтобы вместо меня кто-то это сделал Пусть вместо меня там это сделают кто-нибудь еще и так далее И они уступают дорогу тем, кто верит Вот вам и все натальные карты Вот вам и все А там объяснение того, что ты неудачник Знаете, и без натальных карт это видно Понимаете? А почему неудачник? Потому что нужно было себе ставить задачи А вы знаете, эти задачи их можно реализовать уже сейчас Каким образом? Я всегда говорю такие слова Если страшно, то непременно сделай Если не хочешь, обязательно хоть раз попробуй Вы понимаете? Это даст новую совершенно жизнь Конечно же погрязнуть с головой в бесконечное выяснение Из-за чего, почему, да как Не помогает человеку ни решению вопроса Ни изменению своей судьбы Ни появлению чего-то в жизни Понимаете? Вы очень много Вам 45-50 лет Вы очень много сделали всевозможных У вас много было всевозможных ситуаций? Возможно, да Ну и что? Вы теперь знаете их первопричины Вы теперь знаете их состояние И вы что, хотите сказать, что вы больше не повторяете их? Ну, конечно же, повторяете Вы хотите сказать, что жизнь для вас опыт И теперь вы опытный человек, который будет дальше жить лучше Да что вы говорите? Такого никогда не произойдет Жизнь еще ни для кого и ни для одного человека не была опытом Понимаете? Ни для одного человека Именно поэтому я часто говорю слова Наша школа является эзотерическим направлением Который помогает человеку выбраться И стать именно руководителем своей жизни Каким образом это происходит? Человек обретает состояние веры При помощи слов Скоро у меня это будет Он может изменить свою судьбу Я считаю, что вера в жизни Она может помочь человеку Достичь самых любых Или самых невероятных Самых недостижимых результатов Моя религия называется эзотерика Мой бог это бог, который управляет этим миром Мой бог это существо, которое создает день и ночь Помогает людям дышать Включает и руководит теми клетками, которые возникают в каждом человеке Мой бог это существо, у которого нет тела Поэтому он не слышит молитв людей Когда они говорят спасибо, он им никогда не ответит Потому что нечем отвечать Почему? Он руководит построением новых планет Руководит клетками Работающими в теле каждого человека Но у самого у него тела нет Оно у него отсутствует И поэтому он всегда существовал Существует и будет существовать Из-за того, что у него нет тела У него нет ни прошлого, ни настоящего Ни будущего Он вездесущий и всегда существующий И у меня всегда такой вопрос к нему Зачем же он хочет это делать? Что его мотивирует создавать каждый новый день И создавать каждую новую клетку Зачем ему это необходимо? Одно объяснение у меня все-таки присутствует Он это делает, потому что он от этого испытывает удовольствие Правильно? Потому что из-за того, что он вездесущий И мог бы это все прекратить и не делать Но он все-таки делает Объяснение только одно Если бы это не приносило удовольствия То он бы этим не занимался Правильно? Семья создана для человека Или человеком Для того, чтобы иметь возможность Безопасности и поддержания Поэтому, когда в семью приходит человек Если вы его заклевываете То вы не даете ему возможность Чувствовать безопасность И он не чувствует вашей поддержки Зачем человеку семья? Семья создается человеком Для того, чтобы поддерживать друг друга Поэтому не заклевывайте мужей и детей А поддерживайте Это самое важное, что необходимо запомнить Семья для человека необходима, чтобы поддерживать. Почему? Когда человек молодой, он детей растит, потом стал старым. Кто его должен поддержать? Молодые, правильно. А более молодые, смотря как взрослые поддерживали, их потом поддерживают. Но только в том случае, если пока человек был молодой, поддерживая своих детей или кормя их, не заклевывал их постоянно. Потому что когда он постареет, они его заклюют. Понимаете? Такое тоже бывает. Поэтому очень часто я говорю такие слова. Семья создана для того, чтобы друг друга можно было поддерживать. Неудачно начал заниматься сын бизнесом. Я говорю, да что ты переживаешь? Все бывает, ничего страшного. Почему? Я тебя всегда во всем поддержу. Не переживай. На хорошего у человека никогда не получается с первого раза. И у меня никогда не получалось. И у тех не получалось. Все нормально. Старайся. Все будет получаться. Я бы мог его заклевать, а я его поддерживал. Когда поддерживаешь, то человек хочет расти. Когда заклевываешь, делаешь из него ничтожество. Тогда он в этой семье не понимает, для чего ему семья. И после этого такие люди бросают семьи и не хотят иметь ничего общего. Если в семьях претензии, то эти семьи распадаются. Семья – это одно я, где все друг друга поддерживают. Таким образом, нужно рассчитывать на свои силы. Поэтому, если у вас так получилось, что негде взять, а нужно уплатить, это говорит о том, что вы уже живете не по средствам. А значит, нужно либо жить по средствам, либо урезать свои возможности жизненные. Таким образом, не можешь жить по средствам – урезай. Не можешь жить по средствам – урезай. Потому что, когда человек живет не по средствам и берет в долг, то тогда он еще больше будет жить неправильно. И тогда его могут посадить. Мы разошлись с мужем два года назад. В данное время он женат. Я поздно оценила, что семья самая дорогая. Ах, машаллах. Теперь хочу вернуть мужа, но он не хочет. Что мне сделать? Начать новую жизнь или постараться вернуть мужа? А он, по-вашему, прямо какой-то зомби. Зомби. Эх, я то хотела с ним жить, то не хотела жить с ним. Все, теперь а ну-ка иди сюда, ка что там вообще собака, да? Так нельзя, слушайте. Вы у него спросили, он с вами хочет. Может, его вернуть, а может, его послать, слушай. Что-то не поняла. Что это вообще за отношения к мужчинам? Они что, собаки вообще? Что это такое? Хочу верну, хочу прогоню вообще. Что за ерунда? Так нельзя. Это нехорошо. Мужчина, нельзя так, был прошлый муж, а теперь я хочу, чтобы он был нынешний, может вернуть его. Что это такое вообще? Как не стыдно. Это что, существо какое-то или это человек? Это мужчина, это чей-то человек. Мужчинам тоже так нельзя. Кто сказал, что можно так мужчинам? Нельзя ни мужчинам, ни женщинам. Как это, хочу верну, хочу прогоню, так нельзя. Это человек вообще. Или живите, или сразу не живите. Пожили один год, ругаетесь, разойдитесь, чтобы детей не травмировать. Зачем жизнь же добровольный выбор? В свой род. Она взяла твою фамилию, и у нее все время появляются суицидальные желания. То есть она подключена к роду. Поэтому, если род хороший, как изменить это? В случае, если род хороший, можно фамилию оставить. В случае, если род плохой, можно фамилию заменить. Понятно? Поэтому, если род был самоубийцей, какие-то бандиты бесконечные, душегубцы, то тогда лучше фамилию эту не брать, а оставить свою. Хотя я могу сказать вам, что для меня, как для мужчины, когда я начинал жить со своей женщиной, первое из моих слов было таким. Я ей говорил, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Она говорит, да, я согласна. И второе, что я ей сказал, если ты хочешь, спасибо тебе, что хочешь быть моей женой, но есть одно условие, какое ты должна носить мою фамилию. То есть, если у тебя появляется желание носить фамилию, мы будем жить вместе. Если нет, то тогда и все. И после этого у нас вопросов не возникало. Почему? Я считаю, что это честно, когда женщина берет фамилию. Я рассказывал, почему человек не может выиграть лотерею. Безумные деньги могут доставаться только тем людям, кто может их безумно потратить. Если вы хотите эти деньги потратить на что-то, вы их не выиграете в жизни. Почему? Дело в том, что выиграют только те, кто их потом непременно так же потратит. А если вы хотите выиграть на что-то, то, скорее всего, вы их на что-то не выиграете. Почему? Безумные деньги могут выиграть только на то, чтобы их безумно нужно было потратить. Поэтому, когда я смотрю на тех людей, которые безумные деньги повыигрывали, и посмотрел на то, на что они их потратили, то они их потратили на какое-то безумство. Вот у меня была женщина позавчера, она живет в Германии, она говорит, мне бы очень хотелось, чтобы у меня появилось несколько миллионов долларов США, я бы переехала в Украину и сделала бы здесь отель для собак. Я ей посоветовал, играйте в лотерею. Вот она, скорее всего, выиграет. Почему? Потому что эти деньги она потратит совершенно, безумно, знаете, и у нее все шансы есть выиграть 100%. Я говорю ей, да, вы можете играть в лотерею, и у вас есть шансы выиграть. Почему? Я говорю, это ваше точное мнение? Она говорит, да, я так мечтаю. Я говорю, играйте в лотерею, вы выиграете. Она выиграет, серьезно, начнет играть и выиграет, хоть в казино, хоть в лотерею, 100%. Кусок земли на луне выиграете, да. А если вам надо лотерею выиграть, и вам надо деньги для чего-то, закрыть долги, открыть свой бизнес, забудьте вообще, ничего не произойдет. Не выиграйте в жизни, вообще, даже не играйте. Вообще хочу вам сказать, в лотерею выигрывает только один человек, тот, кто делает лотерею. Занимайтесь всем целостно. Скажите, можно ли выучить алфавит, если подсматриваешь за тем, как учит алфавит кто-то? Наверное, можно, но очень сложно. Поэтому я хочу вам дать совет. Приобретайте мои семинары, которые связаны с эзотерикой, и получайте полноценное образование в области эзотерики. И после этого те вопросы, которые вы задаете мне, они будут автоматически отпадать самостоятельно. Приобрести данные семинары можно, в случае, если вы, находясь на этом сайте duiko.guru, перейдете по ссылке на «Приобрести семинары школы Кайлас» или «Приобрести семинары Андрея Дуйко». И после этого сможете все эти семинары приобрести. Я желаю вам успеха. Думаю, что вам понравился тот семинар, который мы сегодня слушали. Скажите, было ли что-нибудь полезное и интересное на этом семинаре? Что-нибудь вам понравилось? Ну и ура! Таким образом, хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы участвуете в моей жизни, а я в вашей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!